Всем привет! Вы на канале Follow Me. Я Настя, это моя сестра Лиза. Всем привет! И сегодня мы снимаем дорогая еда. Вес. Дешевая. Дешевая. Но прежде чем мы начнем этот ролик, небольшая информация. Ребят, скоро 8 марта, а так как мы с Лизой девочкой, сделайте нам, пожалуйста, небольшой подарок. Обязательно подпишитесь на наш канал. Ну что? И поставьте много лайков. Ну а если вы это сделаете, то вам обязательно подарят дорогой подарок. А если вы мальчик, то у вас найдутся деньги, чтобы подарить девочке крутой подарок. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте этому видео лайк, а мы начинаем. И да, ребят, кто выиграет в этом челлендже, получит все эти деньги. А здесь 123 тысячи рублей. А тот, кто проиграет в этом челлендже, получит вот эту маленькую шменьку монеток. Первое, что нам нужно сделать, это, как обычно, поспорить на суефа, чтобы решить, кто будет первый. Итак, суефа, суефа. Я первая. Лиза начинает первая. А, я должна уйти в другую комнату, и ты сейчас подготовишь. Все, я ухожу в другую комнату, а она сейчас подготовит. Уходи, 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 уходи. Пока. Ну что ж, ребята, готовим первый раунд челленджа для Насти. У меня есть вода за 92 гривны и вода за 3,75. Интересно. Она угадает, где дороже, а где дешевле. Ну что, воду мы открыли, наливаем вот сюда. Она по виду в стаканах вообще не отличается. Интересно, узнает ли Настя воду за 92 гривны или за 3 гривны. Ну что, прячем воду, выкидываем улики и зовем Настю. Настя! Итак, я здесь, что там? Садись. Ага. Перед тобой 2 стакана с водой. Она не газированная, простая, обычная вода. Только одна. Одна дорогая, а одна дешевая. Давай, определяй. Вода бывает дорогая. Вода бывает очень дорогая. Ладно, начнем с этого. Давай. На запах она не пахнет. На запах не пахнет. Так, окей. На цвет вроде не отличается. Ага. Присмотрите, здесь есть какие-то маленькие... Пузырики? Пузырики. А здесь их нету. Странно. Может, это что-то значит. Давай, давай, давай. Давай. Как вода. Ага. А с пузыриками? Но она без газа. Это какая-то невкусная. Невкусная? Невкусная. Так, подождите. Это как-то странно. Вы думаете, обычная вода отличается от дорогой воды? Или... Короче, я не знаю. Ну, допустим, вот эта. Она более вкусная. Вот эта. Вот эта дорогая. Итак, барабанное дро. Правильная. Правильный ответ. Да? Эта вода дорогая. Она стоила целых 92 гривны. Я тебе сейчас ее покажу. 92 гривны вода. Хотя она, в принципе, ничем не отмечает. Посмотри. Слушайте. А может, мы просто доплачиваем за стеклянную упаковку? Все возможно. Так, теперь моя очередь. Лиза, уходи. Мне нужно подготовиться. Ухожу. Забираем воду. Но вот это реально вода вкуснее. Ребята, а я для Лизы подготовила колбасу. Только одна дорогая, а одна дешевая. Итак, распечатываем, чтобы Лиза не поняла по упаковке. Вот она, дорогая колбаса. В принципе, но она, да, отличается. Все, я уже все подготовила. Резать не буду. Если захочет, поломает, попробует. Так, зовем Лизу. Лиза, я уже приготовила. Иди сюда. Где это? Идем. Отлично. Я уже здесь. Смотри. Есть дорогая, есть дешевая. Ты должна угадать. Все по стандарту. Можешь пробовать, можешь не пробовать. Ух, колбаска. Так, сначала я попробую определить на нюх. Чем пахнет? Колбасой. Знаете, как собака-ящейка. Так. Давай. И? И это пахнет колбасой. Боже мой. Лиза, так идеально. Смотри. Тут что? Смотрите. Здесь что-то зеленое. Плесень. Это, наверное, плесень. Вот, посмотрите. Не знаю. Слушай, мне кажется, мне кажется, это дешевая. Дешевая. Окей. Ты ее, наверное, взяла там, где уцененный товар. Потому что она с плесенью, а это выглядит красивая такая. Это твой точный ответ. Палка колбасы, да, такая красивая. А вот эта некрасивая, сухая, страшная, да еще и с плесенью. Угу. Все. Ты точно ответила, да? Все, да. Ты уверена в этом, да? Я думаю, да. Вот мой ответ. Хорошо. Вот это дешевая. Вот это дорогая. Да, окей. Теперь я говорю правильный ответ. Итак, сейчас, как вот это, руки поднимаю, только колбасу к нему. Раз. Два. Ты готова узнать? Давай, давай. Три. Что? Не, а как? Она же с плесенью. Я не знаю, насчет плесенью, но вот эта салями дорогая колбаса. Это несправедливо. Как может быть колбаса с плесенью самой дорогой? Ладно, сыр с плесенью, но это так должно быть. Но колбаса с плесенью, по-моему, не должна так быть. Может, ее просто не видели, но это дорогая колбаса. Голбаса. Несправедливо. Ну, не знаю, но ты проиграла. Ладно, иди в комнату, я тут для тебя что-то приготовлю. Следующим раундом для Насти будут конфеты. Очень дешевые и очень дорогие. Настя, иди сюда. Интересно. Настя, давай быстрее. Ты что, не хочешь конфетки? Конфетки, это интересно. Смотри, у нас здесь есть дорогая и дешевая конфета. Это я знаю. Но у меня еще есть много дорогих конфеток. И если ты угадаешь, ты получишь целую коробку. Давай. О, это отлично. Так. А ну. Пахнет шоколадом, как ни странно. Первый этап определения. Определить на нюх. Да. Второй этап определения. Определить лизнуть. Кусай уже. Что внутри? Внутри шоколад. Как-то это странно. Мне кажется, это недорогая. Но еще не все. Давай. Первый этап. Пахнет черным шоколадом. А он дороже, кстати. Угу. Так, второй этап. Давай. Лизни. Ну. Черный шоколад. Так, если там будет дорогая начинка, значит... Кусай. Это дорогие конфеты. Кусай. Что это? Что там? Что там? Там что-то белое. Оно зеленое. Ого. Итак. Твое решение. Мое решение. Вот это дорогие конфеты. Ты уверена? Ммм. Ты уверена? Если я получу, то... Ммм. Вот эти. Да, вот эти. Итак. Барабанная дробь. И. Ты. И. Ты. И. И. Правильно ответила. Уууу. И ты получила. Коробочку. Коробку. Прекраснейший. Я угадала конфеток. Вот эти вот. Прекраснейший мужчиной. Ты думала будет... Ты думала будет большая коробка? Да. Маленькая. Но коробка. Так вообще-то не честно. Ты меня заинтриговала. А тут оказалось всего... Шесть конфет. Ничего страшного. Это мало. Ничего страшного. Это не честно. Ладно, всё. Уходи. Всё. Уходи. Итак, следующий раунд. На этот раз я приготовила для Лизы сок. Этот дорогой, а этот дешёвый. Посмотрим, угадает ли она. Итак, сок я уже раздела. Вот этот дорогой, а этот дешёвый. Это мультифруктовый сок. Вот этот более яркий, а этот более тусклый. Я думаю, Лиза подумает, что вот это дорогой. Проверим. Лиза, уже всё готово. Иди сюда. Иди. Я пришла. Ты пришла. Да. Смотри, здесь один дорогой, один дешёвый. Ты должна гадать всё как всегда. Угу. Давай, как ты думаешь? Присмотрись. Угу. Этот пахнет. Это гениально. А этот не пахнет. Вообще не пахнет. Вообще не пахнет. Вообще не пахнет. Слушай, это что-то странное. Попробуем. И как на вкус? Ну. Странный он. С пузыриками. Без газов. Не пахнет. И вообще я первый раз такой сок вижу, если честно. Ну, не знаю, не знаю. Так. Может он дешёвый? Дорогой. Попробуем вот этот. Если честно, вот этот сок на фоне вот этого уже кажется каким-то химическим. Химическим. Потому что у него слишком насыщенный вкус. И запах. Так может это очень вкусные фрукты. Ну, 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 давай, давай, давай. Так. И мне кажется, что вот это дорогой сок. Ты уверена? Да. Потому что он, наверное, скорее всего более из натуральных каких-то фруктов, ингредиентов. А вот этот какой-то химический. Ну что? Итак, я говорю правильный ответ. Ну. Правильно. Ну, 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 ну. Да, ты угадала. Правильно. Вот это. Хочешь, тебе джок упаковки? Покажи. Это жесть. Вот если честно, после этого челленджа я, наверное, никогда не буду пить вот такой вот сок. Серьезно? Реально, потому что он какой-то очень химический. Он прям насыщенный цветом, насыщенный запахом, насыщенный вкусом. А что еще можно сделать? Смотри. А вот это вот. Парочка от настоящего фруктового, точнее, мультифруктового. Вот, с кусочками кокоса, но тут я кусочков не заметила, но он прям, и тут не пахнет. Он прям как, он прям натуральный. Пахнет. Вот понюхай здесь. Пахнет. Не пахнет. Пахнет. Не пахнет и вообще все. Я правильно определила. Да, ты можешь наш его пить. Да, все, я буду пить натуральный свой сок. Да. А я ухожу. А ты иди в комнату. Но я ненадолго. Я скоро вернусь. Я скоро вернусь. Так, а мы продолжим челлендж. И мы продолжаем челлендж. У нас есть сосиски. Одни дешевые, студентские, потому что у студентов денег нет всегда. И дорогие детские. Ну что, будем раскладывать, а Настя будет угадывать. Итак, запоминайте. Вот это ровненькое, это дешевое, а вот это дорогая. Кладем. Аккуратненько. Настя, иди сюда. Все не отличишь. Итак, что у нас там? Сложный раунд у нас тут. Ого. Ого. Ну что? Я уже слышу запах. Запах чего? Поражение? Да нет. Нет? Запах сосисок? Пахнет мясом. Мясом. А на вкус? Как мясо? Как мясо. Угу. Хорошо. Что не сильно похоже на сосиску? Сосиска обычно как-то странная. Угу. Ну что? А это не пахнет мясом. Вообще не пахнет мясом. Странно. Сосиска кривая и не пахнет мясом. Странно. А она у меня на вкус одинаковая. Но вот это... Вот это она на мясо больше похожа, чем вот это. Твой вариант? Вот это. Мне кажется, вот это. Вот эта сосиска дорогая. Да. Вот эта дорогая. Ну что ж, придется Настю огорчить. Потому что вот эта дорогая сосиска. Серьезно? А вот эта дешевая студенческая сосиска. Вот эта намного вкуснее, чем вот эта. Намного. Потому что, скорее всего, там много специй и всякого вот такого не очень полезного. Не знаю, но вот это вкуснее. Это странно. Ну что, готовь раунд для меня. Да, не раунд, а еду. Это следующий раунд, но для тебя. Итак, мы продолжаем. В следующем раунде у нас шоколад. Аленка дешевая и дорогой шоколад. Лиза, мы тебя ждем. Я уже здесь. Смотри, есть шоколад дорогой, дешевый. И ты должна угадать. Да. Итак, я вижу один молочный, один черный. Да. Итак, как всегда, понюхать, лизнуть, попробовать и сказать. Ну как, пахнет? Угу, тут можно еще подсказочки есть небольшие, да, небольшие? Ну не знаю, не знаю. Итак, давай. Скажу вам по секрету, я черный шоколад люблю намного больше, чем молочный. Да. А я люблю молочный. Не, в принципе, я весь шоколад люблю, но мне не нравится то, что он горький. Ну что, пробуем? Давай. Ого. Ого. Попробовала, попробовала. Ага. Это не попробовала, это съела, так не честно. Кстати, если ты это съешь, то, точнее, если угадаешь, то... Он вообще не сладкий. Вообще. Да. Ни капли. Ни капли не сладкий. Ого. Угу. Интересно, интересно. Угу, страсти накаляются. А этот сладкий? Угу. А этот чересчур сладкий. Странно. Я не могу определиться, вообще не сладкий шоколад и очень сладкий. Чересчур сладким шоколадом. Ну давай, давай, решай. Я, наверное, все-таки выберу вот этот шоколад. Угу. Дорогой? Угу. Что он дорогой? Потому что в него вообще не добавили сахара и, скорее всего, он дорогой, потому что... Специально. Там только, да, типа натуральные, натуральные компоненты, натуральный черный шоколад. И все. А вот это со всякими там добавками и поэтому он дешевый. И сахаром, да, типа? Да. Итак, я сейчас скажу правильный ответ. Давай. Ты готова его услышать? Я готова. И ты ответила правильно! Ура! Только честно, я не хочу это доедать. Серьезно? Это реально очень невкусно. Подожди. С тобой все хорошо? Со мной все хорошо. Я люблю черный шоколад, но никогда он стопроцентный черный шоколад. 99. Не угадала. Кстати, а... 99? Да. А знаешь, что вот это за шоколадка? Что? На букву А. Догадайся. А, не знаю. Аленка. А, ты нормально шоколадка. Все детство ее ели и до сих пор едим. В принципе, живы и отлично. Все. Следующий раунд. Я выхожу. Все входити. Входи. Входи. Больше не вернусь. Никогда. В принципе, смотрите, если сделать сэндвич, вот такой сэндвич, и вот так вот есть его... Все. Следующий раунд. Своё? И сейчас перед Настей сложнейшая задача. Дорогой сыр, вот такой вот в упаковке, и вот такой вот дешевый сыр. Настя, иди сюда. Чё там, чё там, чё там, чё там, чё там, чё там, чё там? Сыр. Ага, сыр. 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 Можно начинать? Да, можно начинать. Почему бы нет? Угу. Вот какой-то здесь белый. Это нормально или нет? А может он не свежий? Подожди. Этот твердый, а этот не такой. Угу. Тут нельзя так сделать, а ну? Какой на вкус? Никакой. Какой на вкус? Сухой, невкусный. Пробуй этот. Пахнет сыром. Угу. Какой на вкус? Сырный. Сырный сыр. Что-то здесь не так. Что не так? Не знаю, что-то не так. Почему не так? Не знаю. Ну, это сыр и это сыр. Какой дорогой, какой дешёвый? Я думаю, вот этот дорогой, потому что вот этот слишком сухой. Угу. Прям слишком. Прям такой... Может, это типа тоже уценёнка была? Мне кажется, вот этот. Вот этот дорогой. Да. Это твой ответ. Да, это мой ответ. Этот дорогой. Проиграла. Вот этот дорогой. Вот этот такой красивый, дорогой сыр. Такой прямо... А вот этот сыр... А вот этот сыр... Точно. Капец. Что? Вот этот салат Цезарь есть, его сверху труд. Да. И вообще с этого челленджа... Что, и мой любимый салат. Ну как так? Мы деньги. Ну, ну... И вообще с этого челленджа можно сделать вообще огромный вывод. Что вся дорогая еда, она... У неё не так много ароматизаторов, как дешёвый. Ты подняла дорогую... Ну, я знаю. Договорилась дешёвую, Лиза, с тобой что-то не так. Ничего страшного. Просто я говорю о том, что в дешёвых продуктах они более вкуснее делают, чем дорогие. Наверное. Но этот вот мне и понравился. Когда он тоненько этот... Натёрт, он намного вкуснее, чем вот так. Так что не сильно. Всё, Лиза, давай. Всё, я ухожу. Лиза уходит. Следующий раунд. Лиза уходит. Лиза уходит. Лиза. Так давай уходи. Лиза уходит, уходит. Да уходи, уходи. Кстати, нужно тарелки протереть. Давай уходи. Итак, чипсы. Одни дорогие, одни дешёвые. Надеюсь, Лиза не угадает. И деньги будут мои. Итак, чипсы я разложила. Можно звать Лизу. Лиза! Ты где? Выходи. Скажу так. Это то, что ты любишь. Люблю. Ну да, в принципе. Чипсы. Итак, давай. Проверяем мою теорию о том, что дешёвые продукты лучше пахнут и на вкус, чем дорогие. Проверяем. Итак. Маленький кусочек чипсинки. И как? Вот, вот смотрите. Вот, 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 присмотритесь. Тут на нём даже видно вот маленькие такие, маленькие укропинки, там, специи всякие. Ну и что? Это значит, что в нём много специй. Очень много специй. Не факт, Лиза. Просто вот эти могут быть с другим вкусом. Эти, вот эти, вообще не пахнут. И посмотрите на них. Они без специй, вообще. Потому что они с солью. Ну, а эти без соли, вот эти, так. Это с другим вкусом. Неважно. Это моя теория. Окей, окей, не буду мешать. И как? Без вкусно. Ну, солёные просто чипсы. Но они плотные. Просто эти чипсы, они очень мешают. Так. А вот это тонкие. И со специями. Это что-то даёт? Мне да. Окей, окей. Не мешай, я решаю. Так. Вот это поворот. Да. Вот что я и говорила. Они прям сильно-сильно-сильно в специях все. Так же такие сосиски. Зато они вкусные. Хорошо. Мой выбор это... Вот эти. Точно. Точно. Ты уверена? Точно. Я уверена. И... Правильный ответ... Эти! Вот, вот, я говорила, моя теория. Работает, 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 работает. Лиза, 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 Лиза. Работает. Я могу что-то сказать. Моя теория. Вот это сметана и зелень. Вот эти чипсы, Принглс, они такие же, как вот эти, даже ещё больше, когда они в сметане и зелени. Ну, Настя. Так что твоя теория не работает. Значит, ты неправильно построила этот, этот, этот раунд. Ну, немножко. Потому что, если бы они были бы сметана и зелень, и это было бы сметана и зелень, то я бы поняла. А так, всё. Всё равно. Это как-то... Всё. Моя теория всё равно работает. Итак, ребята, челлендж закончился. Я проиграла. И мне придётся вот это всё отдать ей. А давай, 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 давай. Мои денюжки, мой выигрыш, мой выигрыш. Давай сюда. Так, вот это твоё. Моё уменьшение. Вот это всё твоё. Хорошо. Что я смогу на это купить? Жвачку. Жвачку. Чупа-чупа. Можешь купить одну дешёвую сосиску. Можешь купить... Я не знаю, что ты будешь покупать. И я даже не знаю, на что я потрачу всю свою кучу денег. Тебе меня не жалко, я твоя родная сестра. Когда на кону стоит столько денег. То есть она готова ради денег бросить меня? Как так? Кто сказал, что тебя бросают? Я просто пойду и куплю себе что-то. А мне? А ты трать свои монеточки. Так не честно. Ну что ж, ребята, мы пошли тратить наши заработанные денюжки. И прощаемся с вами. Но ненадолго скоро выйдет новый крутой видосик. Ждите его. А чтобы не пропустить, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Нажмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. А ещё пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте про весь мой пап. Всё. Всем пока! Пока! Пока!